Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги «Бытия» в переводе российского библейского общества. Я ее читаю для библейского портала «Экзегет». Такая маленькая глава, но непростая. И сейчас мы увидим, почему она непростая. О чем она? Она о цивилизации. Вот у нас с вами в третьей главе «Грехопадение» описано. Адам и Евы изгнаны из Эдемского сада. Дальше начинается история человечества, история развития цивилизации. Что происходит с человечеством, когда оно начинает жить, зная добро и зло, то есть самостоятельно определяя для себя нравственные ориентиры. Ну, видим. Адам познал свою жену Еву, и она забеременела. Кстати, вот здесь возникает много вопросов, а что в Эдемском саду они не должны были каким-то образом быть супругами или там рожать детей. Вообще-то Бог им там с самого начала велит плодиться и размножаться, поэтому, видимо, должны были, да? Просто, что называется, не успели. Она родила сына Каина и сказала, человека обрела я с помощью Господней Каин, но это похоже на глагол «обретать», «каните» я обрела. Потом она родила Авеля, брата Каина. Вот два человека, которые родились вне Эдемского сада. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Ну, то есть, пас то, что земледелие — два самых распространенных в древности занятия. Через какое-то время Каин принес в дар Господу плоды земли, а Авель — жир ягнят из первого приплода. Вот заодно и вопрос, они же уже отделены от Бога, как приносить жертвы? Жертва растительная или животная? Дар Авеля был угоден Богу, а дар Каина не угоден. То есть, соответственно, ягнята угодны. Животная жертва угодна. Но, может быть, не потому, что эта жертва была из стад, а та от плодов, а, может быть, по другим причинам, мы не знаем. Но, смотрите, гнев омрачил лицо Каина. «Отчего ты разгнялся?» — спросил Господь у Каина. «Отчего омрачилось твое лицо? Если делаешь добро, подними голову. А если нет, то у порога грех таится. Он желает овладеть тобой, но ты будешь господином над ним». Те же примерно слова, что Господь говорит в предыдущей главе Еве об Адаме, ну или жене о человеке, поскольку имя еще там не дано, что ты будешь его вожделеть, но он будет господином над ним. А тут грех, который у порога, он тебя вожделеет, но ты будешь господином над ним. А вот смотрите, как это интересно получается, что то, как грех желает овладеть человеком, очень похоже на то, как, ну скажем, женщина желает быть с любимым мужчиной. Настолько же тесное и сильное желание, настолько же его трудно преодолеть, да? Но, однако, можно. И здесь еще появляется такая очень важная тема, что, с одной стороны, Бог, он суверенный правитель. Он сам решает, чью жертву он принимает. И невозможно им манипулировать с помощью каких-то ритуальных действий. А с другой стороны, ему небезразлично то, что происходит. Он комментирует эти события, он каким-то образом призывает Каина себя повести определенным образом. Но тот ведет себя по-другому. Каин сказал своему брату Авелю, выйдем в поле. Кстати, выйдем в поле в еврейском тексте нет, их берут обычно из греческого. Там просто пропущено, что Каин сказал своему брату Авелю, и не сказано, что. Странно, но бывают пропуски, да. В поле Каин бросился на Авеля и убил его. Где твой брат Авель, спросил Господь. Кстати, так же, как он спрашивал Адама, где ты? Да, то есть, вряд ли Господь настолько близорукий, как я, что просто не замечает того, что там чуть поводли происходит. Скорее, это призыв самостоятельно определить то, что происходит. И как и в случае с Адамом, Каин ответил, не знаю, разве я сторож брату моему? То есть, я здесь ни при чем. Куда-то он ушел. Дается возможность покаяния, да, дается возможность, если не исправить сделанное, как исправить убитого, воскресить. То хотя бы признать сделанное. Но он отказывается. Что ты наделал, сказал Господь? Кровь твоего брата, пролившаяся на землю, взывает ко мне. Смотрите, даже не просто какая-то справедливость. Закона ведь еще никакого нету, нигде не написано, не убей. Но вот сам этот мир осквернен. Убийство есть нарушение законов этого мира, убийство своего брата. И сама земля, напоенная кровью. Ты проклят землей, которую ты напоил кровью брата. И впредь, сколько бы ты ни возделывал эту землю, она уже не даст тебе своей силы. Отныне ты изгнанник и скиталец. Соответственно, Господь его приговаривает не к смерти. Обычная кара за убийство смерти. Но Господь не убивает, даже в качестве наказания. Вот что интересно, мы сегодня дискутируем. Вот в России не применяется смертная казнь, но это относительно недавно. Как же, почему же вот за убийство не убивать? Ведь Каина, первого убийцу, притом брата-убийцу, Господь не убил. Эта кара тяжела, сказал Каин. Мне не вынести. Ты меня гонишь с земли. И скроюсь я от тебя. Изгнанник и скиталец. Любой может меня убить. То есть, он говорит, собственно, о том, что ему отплатят тем же, что он сделал. В принципе, мы бы сказали, ну да, справедливо. А ты сам как? Но Господь сказал, кто убьет Каина, тому будет отомщено семикратное. Господь отметил Каина особым знаком, чтобы встречные не смели его убить. Каин ушел от Господа прочь и поселился в стране Нот к востоку от Эдема. То есть, смотрите, на самом деле это очень внятное представление и проповедь, по сути дела, о том, что даже убийцу казнить нельзя. Что лишать живое существо смерти, это все-таки не самое лучшее решение. Разумное живое существо человека, я имею в виду. Потому что, конечно, про скот здесь никак этого не скажешь. Шавель сам лишил жизни ягнят, которых он принес в жертву Богу. Потом закон будет дан немножко другой. Но вот есть какой-то идеал в самом начале, а есть, ну, скажем так, не идеал, но рабочая версия. Каин познал свою жену, и она забеременела. Ну, вот начинаются проблемы. Откуда же взялась жена? До сих пор у нас ни одной женщины, кроме Евы, нет. Ну, варианта два. Либо Адам и Ева еще родили детей, о которых здесь ничего не сказано. То есть, вроде бы как девочки. Это, ну, все-таки нечто менее ценное в том обществе, в патриархальном обществе, чем мальчики. Поэтому они вообще не называются. То ли Адам и Ева не единственные люди на Земле? Вот как хотите, да? Других вариантов нет. Какие могут быть еще люди, а кто его знает? Может быть, вот Адам и Ева — это, собственно говоря, вот то человечество, от которого мы... А есть еще какое-то человечество сегодня, тем более у антропологов много всяких представлений о том, какие помимо сапиенсов были у нас в прошлом разные гоминиды. Но мы читаем с позиции древнего Ближнего Востока, еще раз говорю. Мы не пытаемся это вписать в современную науку, хотя я то и делаю, как бы закидываю удочки. И тогда можно себе представить, что вот какое-то человечество живет на Земле, и оно с Адамом и Евой вообще непонятно, как связано. Она родила сына Еноха. Каин в ту пору строил город и назвал его Енох по имени Сына. Опять-таки, то, что он строил город, предполагает, что людей на Земле несколько больше, да? Потому что зачем ему строить город, если он там один? У Еноха родился сын Ирад, у Ирада Михияэл, у Михияэла Метушаэла, Метушаэла Ламах. Очень много будет генеалогии здесь. Ламах взял себе двух жен. Одну звали Ада, другую Целла. У Ады родился сын Явал, и от него произошли те, кто живет в шатрах и пасет скот. От его брата Явал и все, кто играет на лире и свиреле. А вот цивилизация начинает развиваться, да? Причем она связана с потомками Каина. Почему? Потому что Каин проклят землей. Он не может спокойно возделывать свой участок, как было когда-то раньше. Земля ему не дает плодов. Приходится как-то выкручиваться, скот пасти, на свиреле играть. Вот его потомки придумывают разные занятия. У Целла родился сын Тувалкайн, кузнец, от которого произошли все, кто кует медь и железо. Сестрой Тувалкайна была Наама. Первое, кстати, упоминание рождения девочки. И то не сказано, что она родилась, а просто она была его сестрой. Ламах сказал своим женам, слушайте меня, отдай Целла, слушайте, жены, что я скажу. Если ранит меня мужчина, убью, если мальчишка ударит, убью. За Каина будет отомщено семикратно, а за Ламаха семьдесят раз и семикратно. И вот эта цивилизация одновременно начинает вопить о своей вот такой маскулинности. Да, вот я всех убью, я за малейшее оскорбление буду убивать. Вот, к сожалению, да, цивилизация — это не только умножение технологий, но и умножение вот этого принципа «я всех круче». Тем временем Адам вновь познал свою жену. Она родила сына и назвала его Шет, что означает «Бог дал мне новое дитя вместо Авеля, убитого Каином». Шет — это, соответственно, похоже на слово «шат положил». У Шета был сын, которого он назвал Энож. С тех пор люди и начали призывать имя Господне. Видимо, идет речь о некоторой молитве, организованной, о некотором, если хотите, богослужении, жертвоприношениях. Вот человечество начинает жить. Первое, что мы читаем о жизни человечества, — это убийство совершенное. Люди умножаются, технологии возникают. Вот мы в этом мире живем. Да, это мы все узнаем, в отличие от событий Эдемского сада. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова